Ты должен быть безумцем, должен быть в крайней нужде. Ты должен спать на цыпочках, а когда тебя выгонят на улицу, ты должен быть способен ухватить легкую добычу с закрытыми глазами, а затем, двигаясь в безмолвие, по ветру и незаметно, ты должен бить на повал в нужный момент, без раздумий. И вскоре ты сможешь зарабатывать очки за стиль, вроде клубного галстука и крепкого рукопожатия. Уверенный взгляд в глазах и легкая улыбка. Тебе должны доверять люди, которым ты врешь. А когда они повернутся к тебе спиной, ты получишь шанс вонзить нож. Ты должен одним глазом посматривать за плечо. Ты знаешь, что будет становиться тяжелее и тяжелее, и тяжелее, а ты становишься старше. И, наконец, ты соберешь вещи, улетишь на юг, спрячешь голову в песок. Всего лишь очередной печальный старик. Одинокий и умирающий от рака. А когда ты потеряешь контроль, то пожнешь посеянное. А пока нарастает страх, ненависть затухает и окаменевает. И слишком поздно освобождаться от бремени, которое нужно было сбросить раньше. В общем, топись на здоровье, иди ко дну, в полном одиночестве, утащенный камнем вниз. Допускаю, что я в некотором замешательстве. Иногда кажется, будто меня попросту использовали. Должен быть настороже, должен разобраться и стряхнуть подползающую вялость. И если я сдвинусь с места, то как мне найти выход из этого лабиринта? Глухой, немой, слепой, ты продолжаешь притворяться, что незаменимых нет, как нет и настоящих друзей. Тебе кажется, что важнее всего определить победителя, и что все уже решено в этом мире. И ты всем сердцем веришь, что повсюду убийцы. Тот, кто родился в доме полном боли. Тот, кого научили не идти наперекор. Тот, кому приказывали, что делать. Тот, кто был разорван вымуштрованным персоналом. Тот, на кого приладили ошейник и цепь. Тот, кого одарили шлепком по спине. Тот, кто оторвался от стаи. Тот, кто посторонний дома. Тот, кто в конце концов истерся в порошок. Тот, кто найден мертвым у телефона. Тот, кто камнем утащен на дно. Тот, кто камнем утащен на дно.